Тема лекция номер 13. Индукционные печи. План лекции. 1. Общие сведения об индукционных печях. 2. Основа работы индукционной стигельной печи. 3. Электрооборудование индукционных стигельных печей. 4. Конструкции стигельных печей. Общие сведения об индукционных печах. Индукционный нагрев основан на принципе работы трансформатора. Под действием переменного магнитного поля, создаваемого индуктором, первичной обмоткой в нагретом металле, являющемся вторичной обмоткой, и одновременно нагрузкой индуцируется электродвижущая сила. Под действием наводимой в металле электродвижущей силы в металле циркулируют токи. Под действием джоулевого тепла, выделяющего в металле при прохождении тока И2, металл нагревается и плавится. Из теории трансформатора известно, что наводимая во вторичной обмотке электродвижущая сила пропорционально магнитному подбоку, пересекающему плоскость витков обмотки. Частоте изменения магнитного потока и числу витков обмотки. Коэффициент пропорциональности определяется характером изменения магнитного потока во времени при питании первичной обмотки синусиодальным током А равное 4,44. Расплавленный металл, а также плотно уложенная шехта, как вторичная обмотка индукционной печи, представляет собой единый контур. Поэтому для печей N2 равна 1, Е2 равна произведению А умноженное на F и умноженное на АФ, где А – это синусиодальный ток А равный 4,44. F – магнитный поток и F – это изменение магнитного потока, частота изменения магнитного потока. Таким образом, повысить наводимую в металле электродвижившую силу можно увеличивая либо магнитным потоком, либо частоту питающего тока. Первые индукционные печи работали на промышленной частоте и были действительно очень похожи на трансформатор. Отличаясь тем, что и первичное индуктор, и вторичное кольцо расплавленного металла, обмотки располагались вокруг одного ярма сердечника, как показано на рисунке 9.1. Это индукционная канальная печь, это рисунок А, и Б – это трансформатор. Трехфазная индукционная печь с закрытым каналом для плавки меди, показано на рисунке 9.2. Усовершенствование с конструкции печей с сердечником привело к дальнейшему появлению печей с вертикальным закрытым каналом. Рисунок 9.2. Отделение плавильного пространства от канала сделало эти печи технологически более удобными и позволило питать их трехфазным током промышленной частоты. Эти печи могут потреблять более высокую дельную мощность и характеризуются высоким электрическим КПД. Значительный объем относительно ходлодного металла над каналами, в которых нагревается металл, обеспечивает низкий угар элементов, так как пары, образующиеся в каналах, конденсируются в зонах плавильного объема с более низкой температурой. Интенсивная циркуляция металла, вызываемая электромагнитными и телополовыми силами, ускоряет процесс плавки и обеспечивает получение металла однородного состава. Эти свойства делают индукционную печь со стальным сельдечником и закрытым каналом, непревзойденным электрическим плавильным агрегатом. Однако распространение этих печей ограничивается низкой стойкостью фитеровки канала, работающей в очень тяжелых условиях. Печи этого типа не нашли применения для плавления стали, но широко распространены в цветной металлургии, где не требуется нагревать расплав до таких высоких температур, и важно обеспечить низкий угар дорогих цветных металлов. В индукционных печах без сердечника переплавляемый металл загружается в тигель, устанавливаемый в индуктор, как показано на рисунке 9.3. Разметить замкнутый рестердечник в этом случае невозможно, в связи с чем значительная часть магнитных силовых линий замыкается по воздуху, полезный магнитный поток мал, и для получения в металле требуемой электродвижущей силы необходимо увеличивать частоту питающего тока. Применение печей такого типа сдерживалось отсутствием экономических генераторов высокой частоты. Толчком к внедрению в широком масштабе индукционных тигельных печей послужило стремительное развитие радиотехники, в результате чего были созданы генераторы высокой и повышенной частоты. Преимущества тигельных печей по сравнению с канальными связаны главным образом с отсутствием канала, это значительно упрощает конструкцию печи, и позволяет полностью сливать жидкий металл в канальных печах. Часть жидкого металла необходимо оставлять для замыкания кольца в начале плавки, облегчает осмотр и ремонт поврежденных участков футировки. Условия службы футировки тигля значительно лучше, чем футировки канала. Это дает возможность выплавлять в тигельных печах, более туго плавки и от плавки к плавке изменять состав металла. Этим устраняются ограничения, затрудняющие плавку стали в индукционных канальных печах. Тигельные печи получили распространение в металлургии специальных стали из плавок. Их использование для этих целей связано с преимуществами индукционного нагрева, когда тепло выделяется в самом нагреваемом металле. Отсутствие концентрированного внешнего источника тепла и углерода, содержащих электродов, позволяет получать стали из плавы высокой степени частоты, например, по углероду и газам обеспечивают высокое и стабильное усвоение легирующих добавок, что особенно важно при производстве стали из плавок с дорогими и редкими добавками. Электродинамическое движение металла обеспечивает получение однородного сплава с заданным химическим составом. Индукционные тигельные печи при небольших габаритах имеют высокую производительность, обеспечивают благоприятные условия труда, процесс сплавления в них легко поддается регулированию в широких пределах. Основным технологическим недостатком индукционных печей всех типов является малая активность шлака, что затрудняет протекание физико-химических процессов между металлом и шлаком. Это обусловлено нагревом шлаков с высоким амическим сопротивлением в основном от металла, поэтому шлаки холоднее металла, им свойственна высокая вязкость и вследствие этого они малоактивны. Номинальные вместимости индукционных тигельных печей для выплавки стали 0,06, 0,16, 0,25, 0,4, 0,6, 1, 1,6, 2,5, 4, 10, 25, 40 и 60 тонн. Основой электрической работы индукционной тигельной печи В индукционных печах можно приплавлять магнитную и немагнитную шехты. Нагрев немагнитной шехты осуществляется джоулем теплом, выделяющимся при циркуляции в металле индуцируемых полем индуктора вихревых токов ФУКО. Магнитные материалы нагреваются, кроме того, и за счет потерь при их перемагничивании, которые определяются шириной петли гистеризиса. Ферромагнитные свойства сохраняются, как известно, до точки Кюри в пределах 740-770 градусов Цельсия. На рисунке 9.4 показаны токи и магнитные потоки в системе индуктор-садка, где А – это диаграмма токов магнитных потоков, Б – распределение тока в металлической среде осадки. Электрооборудование индукционных тигельных печей Электрическая цепь индукционных тигельных печей состоит из источника питания, соленоида и емкости. Это показано на рисунке 9А. Рисунок 9А – это схема электрической печи, индукционных тигельных печей, это под номером А, и колебательного контура – это рисунок Б. Соленоидом является индуктор печи, который относится одновременно и к его механическому оборудованию. Источники питания в зависимости от вестимости и назначения индукционных тигельных печей питают токами разной частоты от 500 до 10,6 Гц. Для промышленных печей емкостью от нескольких сотен килограммов до нескольких тонн наиболее часто используются токи частотой 0,5 до 10 кГц. Для печей емкости больше 6 тонн токи промышленной частоты 50 Гц, а для небольших промышленных и лабораторных печей токи высокой частоты. Источниками ТВЧ питания индукционных печей являются преобразователи частоты – ВЧ-генераторы. В настоящее время используют главным образом генераторы трех видов – ламповые, машинные и тиристорстерные преобразователи. Генератором ВЧ-колебаний в ламповом преобразователе является колебательный контур, широко используемый также в радиопередающих и принимающих устройствах. Это рисунок 9-6-В. Известно, если к такому контуру, содержащему индуктивность L и емкость S, подвести напряжение и зарядить обкладки конденсатора, а затем замкнуть рубильник, то конденсатор начнет разряжаться, и в контуре появится ток. При прохождении тока через индуктивность, в момент его нарастания в ней создается запас энергии, противодействующий изменению силы тока. После разрядки конденсатора этот запас поддерживает остребывающую силу тока в контуре, вследствие чего обкладки конденсатора вновь заряжаются, но при этом получают обратную полярность. Конденсатор вновь разряжается, и в контуре периодически протекает ток прямого обратного направления. Конструкция индукционных тигельных печей На рисунке 10 показано конструктивное оформление, а и футеровка B индукционной стелеплавильной печи. Индукционная тигельная печь состоит из основных элементов индуктора, футеровки, каркаса, механизма наклона и может быть оборудована дополнительными устройствами, это крышкой с механизмом подъема и поворота, магнитопроводом или магнитным экраном рабочей площадки и другое. Индуктор предназначен для создания переменного магнитного поля необходимой напряженности. Помимо основного назначения, индуктор выполняет также роль скрепления тигля и удерживает его от смещения при наклоне печи. Футеровка индуктора и помещаемый в него тигель устанавливают на подину из шамотных блоков, шамотных кирпичей или крупных печах из жиропрочного бетона. На промышленных печах тигель, образующий плавильное пространство печи, изготовляет непосредственно в печи. Для этого собранный и установленный оподинный индуктор закрепляет внутреннюю его поверхность, изолирует аспистом. Затем на подину насыпают порошкообразные огнеупорные материалы и их пневматическими трамбовками уплотняют их слоями по 50-70 мм. На уплотненное днище устанавливают шаблон, сваренный из листовой углеродистой стали толщиной 2-3 мм и имеющих форму, повторяющую внутренние контуры тигля. В кольцевой зазор засыпают порошки огнеупоров и уплотняют их такими же слоями футировки выше верхнего витка индуктора, выполняют из обожженного кирпича, так как обжечь этот участок тигла в печи очень трудно. Воротник и сливной желоб футируют кирпичом и обмазывают огнеупорной маской. Каркас является основой для крепления всех элементов печи. На печах большой емкости его заменяют сплошным кожухом. Элементы каркаса должны обладать большой прочностью и выдерживать значительные нагрузки. Каркас расположен в зоне сильного электромагнитного поля индуктора, поэтому нагревается. Механизм наклона. Этот механизм должен обеспечивать наклон печи для полного слива металла. В настоящее время применяют разнообразные механизмы. Для печи малой вместимости используют механизмы, состоящие из лебедки с ручным или механическим приводом и тросом, перекинутого через блок. Более крупные печи наклоняют при помощи тельфера, сцепляя его крюк с тельгой, укрепленный на каркасе. Крупные печи оборудуют гидравлическим приводом наклона, подобным гидравлическому приводу наклона дуковых печей. Наклон печи осуществляется, как правило, вокруг цапф, ось которых проходит под носком печи. В некоторых случаях вращение начинается вокруг нижних цапф и осуществляется с большей скоростью, пока в гнездо не ложатся верхние цапфы. После этого печь поворачивается вокруг верхней пары цапф, но уже с меньшей скоростью, увеличивается радиус точки приложения сил. Крышка предназначена для уменьшения тепловых потерь и случениям с поверхности расплава и поддержания температуры шлака на более высоком уровне. Последнее требование в некоторых случаях приобретает особенно важное значение, так как шлаки в индукционных печах нагреваются только под действием тепла металла. Однако, учитывая, что при использовании индукционных печей, как правило, не ставится задача глубокого рафинирования металла шлаком, целесообразность усложнения конструкции печи при установке крышки сомнительна, тем более, что крышку используют лишь в течение ограниченного промежутка времени после полного расплавления шехты. Продолжение следует... Продолжение следует...